Меня зовут Сухов Сергей, я из компании Individ, я директор по маркетингу. Если вы обратите внимание на название нашего сообщения, маркетинг на 0%, собственно на мне маркетинг и заканчивается. О чем я хочу поговорить и вообще почему я в некотором смысле считаю возможным что-то с этой сцены сказать. Да, компания Individ в принципе одной из первых возникла на рынке, в принципе была одним из первых партнеров 1S Bittrex, нам там 17 лет, мы до сих пор живы. И мы иногда даже шутим, что скоро к нам на работу поступит первый сотрудник, который будет младше компании. За это время мы накопили определенный опыт именно в плане маркетинга, именно в плане продаж, которым я и хочу поделиться. Возможно, он не совпадет с каким-то вашим опытом. Мне будет интересно про это послушать. Но это то, что у нас накопилось за годы-годы практики и более чем за тысячу проектов. На самом деле, если вы посмотрите статистику, которая есть в B2B секторе, то она абсолютно ужасающая с точки зрения маркетинга. Получается, в большинстве случаев все то, о чем говорит классический маркетинг, вот, наверное, многие знают Филиппа Котлера или российскую версию Филиппа Котлера, Игоря Мана, это работает, но работает с огромным-огромным-огромным количеством оговорок. И что, с нашей точки зрения, окажется очень важным и интересным. Вот есть такой замечательный сериал, называется «Как я встретил вашу маму». Кто-нибудь смотрел его? Там вот этот герой приходит к барышне, которая является профессиональной сводницей, и говорит о том, что он очень бы хотел найти себе девушку. Она ему говорит, я тебя поздравляю, у тебя 9 миллионов жителей Нью-Йорка являются потенциально тем, кто, может быть, тебе интересен. И вот он радостно улыбается, что у него такое необозримое, вроде бы, как поле для построения отношений. Потом начинается самое интересное. Она начинает задавать ему вопросы, и они начинают строить то, что в маркетинге называется воронка продаж. Что получается? 9 миллионов жителей из Нью-Йорка, из них всего 4,5 миллиона женщин. Ему нужна женщина. Из них всего 482 тысячи женщин находятся в том возрасте, который ему интересен. Всего 250 тысяч из них подходит по статусу. По статусу это там не разведена и так далее. Из них еще меньше оказывается тех, кто подходит по интеллекту, потому что ему надо, чтобы была умная с чувством юмора. Он начинает еще сужать. Итого у него из 9 миллионов получается, что в принципе вся его целевая аудитория — это 8 человек. С нашей точки зрения на самом деле абсолютно то же самое происходит и на рынке веб-разработки. Когда я слушаю какие-то выступления на конференциях, особенно компаний молодых, которым там по году, по два, по три, все абсолютно полны уверенности в том, что для них открыт тотально весь рынок, что они обязательно изменят мир к лучшему, что все будет прекрасно, они могут работать в любых условиях с любым клиентом. Но практика показывает, что как минимум это не так. И вот наш основной посыл состоит в том, что вы должны понять, а с кем реально вы, до кого вы способны достучаться, с кем вы способны договориться, с кем у вас потом получится работать и с кем вы сможете доделать проект до конца. В результате получается на самом деле очень интересная воронка. Она сильно отличается от таких классических. Что получается? Потенциально с нами могут работать любой житель Земли, может не только Земли, но когда вы начнете сокращать, вы поймете, что вам интересны только те, кому нужен сайт. Это далеко не все. Таких много, но далеко не все. У кого-то сайт уже есть, и они им довольны. Есть те, кто еще и понимает, что им нужен сайт. Это абсолютно разные компании. Есть те, кто готов заказать у внешнего разработчика. Не знаю, как у вас, мы до сих пор встречаем таких товарищей, которые сообщают о том, что они решили обратиться к внешнему разработчику, к некому подвиге. Такие вот мы, знаете, делали сами, не получилось. Мы еще раз сами делали, не получилось. Потом мы взяли Степку, у него тоже не получилось. Вот теперь мы вот давайте все-таки доросли. Есть компании, которые к вам захотят обратиться, кто-то не захочет. Причем то, как они выбирают, к кому обратиться, это тоже такой отдельный и очень веселый рассказ. Потому что когда мы, например, спрашиваем, почему вы к нам пришли, ответы бывают парадоксальные. У нас на сайте есть такой ползунок, который показывает, как проект проходит. Мне периодически клиенты говорят, вы знаете, нам очень ползунок понравился. Могут быть рейтинги, могут быть еще какие-то очень-очень-очень разные показатели. То есть ваш, почему я на этом застряю внимание, ваш маркетинг, он не только кого-то привлекает, он еще и кого-то отпугивает. Это нормально. Почему? Потому что вы далеко не со всеми сможете работать. У нас есть такое понятие, мы их называем стоп-факторами. Вот тут примеры их приведены, я некоторые из них сейчас расшифрую. Мы, например, настаиваем на том, что мы будем работать с клиентом, а будем работать, это готовы предоставить коммерческое предложение для обсуждения, только в том случае, если он соглашается на личную встречу с нами. Вот если он не готов уделить нам 30-40 минут, час своего времени, мы принципиально даже предложение не делаем. Почему? Мы считаем, что без такой готовности дальше проект не пойдет. Исключение составляют редкие тендеры, в которых все равны, все в запечатанных конвертах и так далее. Но по большей части это так. Почему нам нужна эта встреча? Нам нужно понять, насколько мы совпадем по культуре. Что значит совпадем по культуре? Мы, например, в крайне редких случаях можем предложить что-то безумно креативное. Для этого есть другие компании с другими мозгами. Мы можем предложить разработку очень системную, очень строгую, очень последовательную, с гарантированным результатом. А такое кому-то надо, а кому-то не надо. Кто-то готов работать по документам, а кому-то нужен такой совсем сумасшедший agile, когда все пересогласовывается, все неважно как. Кому-то очень нравится работать в стрессе, кому-то совершенно не нравится работать в стрессе. Вот поднимите, кому нравится руку, кому нравится работать в своих стрессах. Вот так, чтобы до последнего дотянуть, и потом за ночь. И потом еще искренне гордиться этим. То есть не считать это абсолютным провалом всей своей системы. А это ведь провал. Если вы готовились, 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 и потом от вас требуется такой подвиг, это означает, что что-то не так. У компании может быть другой язык. Например, они с вами упорно матом разговаривают. Нас так не бывает, но вот коллеги жалуются. Мы бы не стали общаться. Недостаток компетенций со стороны клиента. Для того, чтобы сделать сайт, заказчику тоже приходится что-то делать. Мы все время говорим о том, что, к сожалению, сайт — это не что-то. То есть это не продукт, который вы покупаете в магазине. Это совместно создаваемое нечто. Есть кто-то, кто уже обращался. Есть морально неприемлемые для нас клиенты. Наверное, у вас, надеюсь, тоже есть какие-то там отрасли или какие-то особые виды товарищей, с которыми вы при любых условиях работать не будете. Есть такие? Мы не будем делать порно-сайт. Мы отказались делать гейру по принципиальным соображениям, представив, как мы это все будем обсуждать внутри компании, как будем писать ТЗ, и решили, что компания дороже. Красивый сайт. Что? Красивый сайт. Да, вот мы отказались. Красивый сайт, да? Все смотрели. Ну, есть еще какие-то. Есть люди, которые приходят с абсолютно сумасшедшими сроками. Да, нам сайт нужен через две недели, и мы его обязательно… И вы нас обманываете, если вы говорите, что это невозможно. А при этом надо сделать интернет-магазин на 20 тысяч позиций, нет ни одной фотографии, интеграция не готова. Что такое мобильное устройство и стратегия поведения на них никто не знает и так далее. Вот это все нам надо выяснить, ну, по крайней мере, нам очень желательно выяснить на первой встрече. Для того, чтобы понять, насколько проект пойдет дальше и как он пойдет. Почему это важно? Да, потому что иногда лучше отказаться. Потому что продолжение проекта такого сложного, сложного в плане, не в плане разработки, да, в плане взаимодействия с клиентом, иногда может быть тотально убыточным. Иногда бывают странные отказы со стороны клиентов. Например, они говорят, у вас нет похожих кейсов. Вот, наверное, многие с этим сталкивались. К вам обращается производитель граблей, говорит, покажите нам, пожалуйста, пять сайтов про грабли, которые вы делали. Мы говорим, про грабли нет, есть про лопаты. Они говорят, лопаты — это вообще другое. Спрашиваешь, а в чем? Они говорят, ну вот вы еще и спрашиваете. Мы же говорили, вы не понимаете. Есть люди, которые очень странно формулируют цели, цели создания сайтов. Обычно их формулируют как? Абсолютно никак. Мы хотим, чтобы больше продавало, мы хотим, чтобы у нас был хороший имидж. Очень здорово, когда вам скажут честную цель. Буквально две недели назад общался с одним товарищем, он сказал, товарищ из крупного банка. Я у него спросил, почему вы решили новый сайт делать, а у него более-менее нормальный сайт. Он сказал, меня внук пристыдил. Мне основной критерий, чтобы внуку понравился новый сайт. Вот такие есть. С такими работать, сразу скажу, легче, потому что они, по крайней мере, озвучивают то, что они думают. Есть люди, которые очень тонко формулируют цели. Например, самая лучшая формулировка цели, которую я слышал за последние, наверное, 7 лет. Мне сказали так, мы хотим, чтобы клиент, который наш клиент, покупатель, вот, например, до захода на сайт он был готов заплатить за наш товар 100 рублей, а вот чтобы после того, как он по сайту походил, он был готов заплатить 110. То есть чтобы сайт создал как бы вот эту добавочную стоимость, психологическую. Вот это одна из самых тонких формулировок, которую я когда бы слышал. С такими тоже очень приятно работать. Есть еще более веселые. Вот тут недалеко, меньше чем в километре от вас сидит замечательный премиум яхт. Компания, которая торгует яхтами. Прекрасный бизнес. Если ты продаешь одну яхту в год, ты успешен. Если две яхты, супер успешно. Если четыре яхты, строится верфь в этой стране. Ценообразование на яхты еще более прекрасное, очень простое. Метр длины яхты — миллион евро. То есть вам сколько яхт? Тут 32 метра, 32 миллиона евро. С ними тоже было очень интересно, потому что они очень адекватно говорили о том, что им требуется, какой сайт они хотят, какой у них сценарий продаж, что тонкое влияет на их покупателей. Это все невозможно выяснить, если вы не встречаетесь. Это невозможно выяснить, если вы не совпали по культуре. Кто еще? Компании, которые к вам только-таки обратились. Что, например, является одним из основных итогов работы нашей компании за 17 лет? Мы не ищем клиентов вообще. То есть мы работаем только на входящем потоке. Никогда там никому сами не идем. Вот, они к вам обратились. Естественно, не все, кто обратились, подписали. Это еще тут один фильтр. Не все, кто подписали, стартовали. Вот это тонкий момент, его обычно только практики знают. Не все, кто стартовали, завершили. Потому что тоже бывает, да, тысяча один нюанс, когда компания вдруг может решить, что и сайт разонравился собственный. Причем по ходу делания. Не все остались довольны. Ну и вот как бы как некий такой итог, да, не все вас стали рекомендовать. Вот мы считаем, что основной KPI у разработчика, это вообще порекомендовали тебя дальше или не порекомендовали. Потому что рекомендация — это такой агрегированный параметр, который сразу позволяет определить, вообще все хорошо было или все плохо. И тут тоже тьма парадоксов. Вас могут очень страшно ругать во время разработки и потом начать советовать всем подряд. Причем спрашиваешь, говоришь, ну вы же вот так вот себя вели. Они говорят, ну вы же все это выдержали. Вы представляете, вы нас вытерпели. У нас есть один клиент, очень крупный IT-интегратор. Много лет сотрудничаем. Они говорят, ну когда к нам обращаются другие там айтишники, они говорят, если вы этих терпите, то мы-то гораздо лучше. Что это все означает, да? Это все означает, что у вас на самом деле вы работаете… А, вот да, у нас есть вороночка, которую сейчас прошли, воронка тех, как у вас люди сужаются. А у вас еще есть воронка инструментов, именно маркетинговых инструментов. Игорь Манн говорит, что всего в маркетинге порядка 800 инструментов. Как он это посчитал? Неизвестно, но вот он посчитал. Мы вот сюда выписали то, что работает у нас. Ну более-менее хотя бы, да, хоть как-то приводит клиентов. Например, и как они распределяются по вот таким сферам, как там брендинг, маркетинг, продажа и так далее. Вообще вот одна из самых базовых вещей, которую, мне кажется, стоит послушать, стоит запомнить. Вся задача маркетинга состоит в том, чтобы как можно быстрее перейти к продажам. Никаких других целей. А еще желательно сделать так, чтобы вот когда досюда дошли, и вы сказали стоимость, вам сказали, ха, а мы думали дороже. Почему? Потому что это будет означать, что маркетинг сформировал такие ожидания, что бюджет уже не так критичен. Здесь перечислены всякие разные инструменты. Да, вот они именно так вот и сужаются. И, соответственно, из них есть какие-то работающие, какие-то неработающие. Например, самый неработающий инструмент выступления на отраслевых конференциях. Вот специально его сюда написал. Почему? Почему с точки зрения продаж вот здесь мне сейчас выступать тотально бесполезно? Потому что вы не клиенты. Вы не клиенты. Я это же понимаю. Но согласитесь, как это интересно. Почему? Потому что вот это тешит самолюбие. И вообще получается парадоксальная вещь, что самые работающие вещи с точки зрения продаж, разработать хорошую концепцию того, каким будет сайт клиента, сделать свой сайт нормальным, что, кстати, не всегда хорошо у веб-разработчиков. Сделать прототип хороший, выпустить нормальное портфолио именно со своими работами, а не те проекты, про которые вы только слышали. Выступить на конференции, но не веб-разработчиков, а клиентов. Что это означает? Мне сейчас надо было выступать на конференции металлургов, а не здесь. Почему? Потому что там те, кому это надо. А здесь те, с кем интересно поделиться опытом, коллеги по цеху и так далее. Парадокс. Все, чего делать приятнее всего, выступать среди коллег, дарить подарки, вести корпоративный блок. Это все не работает. Безусловно, есть исключения. Например, у Артемия Лебедева блок работает. Но Артемий Лебедев один. И вот как нам кажется, что получается следующее, что на самом деле у компании-веб-разработчика для того, чтобы иметь хорошие продажи, нужно иметь сайт собственный, хороший, качественный, с хорошим портфолио. И дальше использовать один или два инструмента, один или два инструмента, в котором у вас наивысшая, самая хорошая компетенция. Например, вы очень хорошо умеете книжки писать. Написали книгу, молодцы. Не надо размениваться на что-то еще. Или максимум еще что-то одно выберите. Сделайте себе нормальные визитки. У кого-то очень хорошо получается, скажем, продавать, ну, таким, знаете, вот агрессивным способом. Вот есть компании, которые очень агрессивны на рынке. Вот отлично. Это используется. Не надо все. Не надо параллельно, например, еще запускать рассылки. Не надо ходить, тешить собственное самолюбие в тусовке веб-разработчиков. Вот лучше на чем-то конкретном, понятном, то, в чем у вас есть квалификация, сосредоточиться и этим как бы жить. Мы, когда внутри компании обсуждали это сообщение, это выступление, мы подумали, что, наверное, такую мысль очень сложно будет донести до людей, которым 22 года. Потому что в этом возрасте немножко кажется, что чем больше, тем лучше, чем быстрее, тем круче, чем шире мы крикнем, тем больше будет. Ну, то есть то, что сейчас проповедуется всей культурой. Такой вот там рост, 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 рост. После того, как мы посмотрели динамику роста, мы решили посмотреть динамику сердечных приступов у менеджеров. Вы знаете, они совпадают. Поэтому, может быть, как еще один из замечаний, может быть, не надо всех клиентов, может быть, надо своих клиентов, может быть, не надо чрезмерного роста, а надо хорошее качество и отваженную систему. Это просто как некие мысли, но подумать, что не всегда только вот Кремниевая долина и все прочее. Например, вот из этой вот вещи. Очень многие компании, очень много всего делают в соцсетях. Спросите у своих клиентов, кто читает ваши соцсети. Спросите у клиентов, кто из них читал ваш блог. Вы выясните, что читали не клиенты, а кто? Конкуренты, в лучшем случае, сотрудники, которым интересно вдруг, про что там пишет их руководство. Поэтому вот подумайте, еще раз повторюсь, это наш опыт. Мы получаем новые проекты, выиграем новые проекты благодаря вот такому набору. У нас там есть собственная книга, даже две. Мы очень много и плотно работаем на начальных стадиях. Мы очень часто начинаем с того, что делаем прототип, еще до того, как даже там о чем-то договорились. Мы стараемся иногда хотя бы выступать на конференциях неотраслевых и раз в три года примерно выступать на Битриксе. У нас интересные визитные карточки, кому интересно, подарю. Ну и так далее. Это то, что работает у нас. Еще раз повторю, что может быть в вашем случае сработает что-то другое, потому что у вас какой-то иной опыт, иная экспертиза. И самое главное, у вас иные люди. Глубокое заблуждение состоит в том, что люди универсальны. Это не так. Более того, они еще и не бесконечны. Особенно, если вы компания региональная. У вас в принципе в городе может быть людей, которые в теме, которые достаточно компетентны, которые достаточно позитивны. Вообще на весь город 10 человек. Вот такие какие-то мысли. Если есть вопросы, буду рад ответить. Да, прошу, коллеги. Да, визитку подарю. Коллеги, коллеги. Ты неожиданно завершил. Надо подпределить. А вот у вас такой большой список, по которому вы отказываете клиентам. А сколько вы реально отказываете? Вот здесь стоп-факторы. Ну то есть на практике, какой процент отсеивается. Просто все часто об этом говорят, а вот интересно какую-то статистику. В случае, в которых мы отказываемся работать, вы знаете, я цифру не скажу, по ощущению могу сказать, что ну как, заявки они тоже разные. Есть в принципе пустая какая-то заявка. Человек, наверное, многие сталкивались. Отправлена заявка, и там в список адресов сразу указано там 100 студий. Дальше между ними начинается чат. Вот с такими, например, мы там сразу не участвуем. Компания, которая обращается просто там скиньте прайс. То есть есть совсем холостые. Мы им не то чтобы не отказываем, мы им не занимаемся. Тем, которым отказываем, немного, ну там 3-5%. Не значит, что мы сидим на троне и говорим не, ну не. У нас слоган такой интеллигентный, дисциплинированный, мы все-таки интеллигентный, и дисциплинированно отказываем. Вот, кстати, мы тут недавно обсуждали, а если им отказать, они начинают бежать за тобой и говорят, ну почему, почему? И настаивают на заказе. Иногда, иногда это очень сильно охлаждает. Вот особенно, когда такой есть заказ. Вас или клиента? Нет, клиента. Да, то есть вот он прибегает какой-нибудь такой очень энергичный. Вот, все, нам надо КП сегодня до 5 вечера. Документов у нас нет. Прямо скажите цену и все. И вот когда им, видимо, все подряд отказали, они как-то в себя приходят. У меня вопрос тоже про отказы. Скажите, пожалуйста, а как вы отказываете клиентам, ну какой-нибудь пример, и может ли это повлиять на репутацию компании на рынке? Ну как, мы отказываем вежливо. Ну, смотря по какой причине, да, если там поэтическим причинам, мы просто напишем, что спасибо за обращение в нашу компанию, к сожалению, работу с вами не считаем для нас приемлемой. Все. Прямо неприемлемо, говоришь слово такое. Ну, почему нет? Ничего себе. Вежливо. Представляете, если он невежливо скажет. А Роман, скажи еще, Роман работает? А, на всякий случай для всех Роман отец основатель компании, да, конечно. Я просто расскажу историю. Давно, вот мы только подписались с индивидом, это было реально давно, да. И я, много слышавший про индивид, говорю, Ром, возьми меня на встречу. Я хочу посмотреть, как вы работаете. И мы едем с ним в банк. Начинается встреча, там садятся топы. Роман располагается. И сразу достает несколько книг таких больших. Я не знаю, сколько их там у вас сейчас. Сейчас две. Две, да? Ну да, вот, наверное, как раз там и было такие. Я-то думал, что они про Битрик что-нибудь скажут. Проходит час, Рома про Битрикс слова не говорит. Они там о чем-то разговаривают. Он сам что-то спрашивает банк. Перелистывает, показывает какое-то портфолио там какие-то. Они про Битрикс так и не поговорили. Ну я уже потом, слушайте, ну я тут не зря же сижу. Но вот эта вот структура продажи, она, конечно, была очень построена. Ты сказал, что очень большое внимание уделяете продаже. Мне кажется, не до конца это передано. В наших представлениях это немножко другое. Это некое даже не то, что шоу. Это очень, мне кажется, выверенное, очень продуманное, построенное на впечатлениях, на системности, на интеллигентности. Желание произвести впечатление на клиента определенного формата. Ну, если спросили, да. То есть у нас, мы как, мы работаем обычно в два этапа. Да, у нас есть первый этап проведения некого интервью с клиентом, когда мы говорим, что мы приедем, нам надо минимум час. Будем задавать вам очень много вопросов по определенной системе. Мы после этого запросим у вас огромное количество материалов. Через неделю ждите нас еще раз. Да, мы к вам приедем с некой концепцией. Нам надо еще полтора часа. И это будет примерно 120 слайдов уже про этот проект с проработанным отраслевым анализом, с проработанными лучшими практиками, очень часто с какими-то наметками по дизайну, с набором фишек, естественно. И в самом конце будет два слайда про Bittrex. Почему? Я не переживаю. Я вообще в целом говорю, что это очень другая стратегия. Потому что про Bittrex меня спрашивают. Я все время отвечаю. Bittrex это лучшее из того, что есть. Спасибо. От вас это вообще особенно приятно слышать. Можно вопрос? В цифрах книга сколько дает? Вы мерите канал? Я встану. Чего? Чего сколько? Сколько клиентов дал рекламный канал книга? Не вижу человека. Я встал уже и сел. Ощущение, что глаз с небес. Спасибо. Книжка продалась тиражом в 10 с половиной тысячи экземпляров. И после этого тотально устарела. Мне сейчас за нее стыдно, потому что когда мы ее писали, такое понятие, как планшет не существовало. Представляете, были времена. Потому что фейсбук знали не все. Я не смогу сказать в цифрах, но вот в тот момент, когда она вышла, у нас примерно из 10 обращений, 7-8 были связаны. Нам звонили, говорили, мы прочитали вашу книгу, давайте встретимся. Книжка, правда, давай еще один такой эффект, который мы ждали, да, она разошлась, наоборот, по веб-компаниям, по веб-студиям. Ее начали выдавать новым сотрудникам, как учебник, чтобы они потом по ней как-то учились. Поэтому не могу сказать, но книжка, безусловно, себя окупающая, естественно. Дмитрий, спасибо. Интересно очень было. Вопрос вот такой. Я, насколько понимаю, вы очень многое закладываете в аудит своих клиентов, да, и в аудит вообще проектов, с которыми вы работаете. А вот в стоимости проекта это как закладывается? То есть в каком процентном может быть соотношении именно прототипирование, да, там, вот готовых проектов в итоге? Ну, это не совсем аудит, это как бы предпродажная работа. Да, предпродажная работа. Мы, ну, я бы, наверное, оценил сейчас ее где-то примерно в 20% стоимости проекта. Но что могу сказать, да, у меня очень хороший друг есть, он живет в Лондоне. Раньше у нас работал одним из директоров, его потом переманили в Лондон. Вот он мне буквально на днях сказал потрясающую фразу. Он сказал, в Лондоне предпродажная подготовка может стоить 60-70% стоимости проекта. Вот, соответственно, мы, говорит, очень выбираем, потому что если мы проиграем, да, то это может быть чуть ли не разорение компании. То есть у них подход, ну, они тоже там свой сегмент, да, с кучей оговорок, у них подход такой, вот там, давайте к нам обратилось 100 человек, давайте из них выберем троих, но на них выложимся и выиграем. И выиграем очень большой бюджет, а не распределим силы как бы равномерно на 100. Вот мне кажется, что отрасль сейчас, ну, вот по крайней мере, там, больших компаний, да, больших студий, она двинется сюда. Деваться просто некуда будет. Почему? Потому что, ну, если один потенциальный подрядчик сказал, мы вам на предпродажной стадии сделаем там это, 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 и вот это еще и вон то сделаем, да, а другие этого не сказали, то первый выиграет. Ну, если все честно. Сереж, спасибо большое. Спасибо вам, да, спасибо. Очень рад, что ты приезжаешь к нам. Спасибо.